МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Центробанк предлагает увеличить сумму страхового возмещения по вкладам граждан при так называемых социально-чувствительных ситуациях. Называют и предел 10 миллионов рублей. Пока же максимальная компенсация составляет 1,4 миллиона. Банк России и Агентство по страхованию вкладов считают целесообразным увеличить сумму возмещения. Речь идет о тех, кто объективно не имел возможности управлять рисками. Кроме того, к социально-чувствительным ситуациям относят получение наследства, покупку-продажу квартиры, страховые выплаты и социальные пособия. Тем временем в Новосибирске продолжает дорожать бензин, но не так быстро, как по стране. Новосибирскстат опубликовал динамику цен. Из документа следует, что за прошедшую неделю топливо стало дороже чуть больше, чем на 1%. В то время, как в конце мая темпы были вдвое выше – 2,2%. Сейчас на новосибирских заправках 92-й бензин стоит от 40 до 42 рублей. 95-й в пределах 46. Литр 98-го обойдется также минимум в 46 рублей. Подросли цены на дизельное топливо. Сейчас оно стоит 45 рублей за литр. Туристам Новосибирск обойдется вдвое дешевле. Региональное Минэкономразвитие запускает проект «Карта гостя» Новосибирской области. Получить ее можно бесплатно в областном туристско-информационном центре. А дает эта карта внушительную скидку – 50%. То есть вдвое дешевле можно будет посещать музеи. Скидка действует на путевки и местные санатории. Кроме того, дает скидки и бонусы на проживание в гостиницах. И покупку туров в новосибирских туркомпаниях. И в Минэкономразвитии, и в Новосибирской ассоциации туристских организаций уверены – это увеличит новосибирский турпоток. Пока у программы около 30 партнеров, фирмы-компаний, которые готовы предоставить скидку, по карте гостя. Должны заинтересоваться проектом также кафе, рестораны и службы такси. Финансовые директора стали пессимистами. Аналитики провели среди управленцев. Опросы выяснили тех, кто видит хорошие перспективы для своих компаний, стало почти вдвое меньше. Кстати, особенно обеспокоены положением дел руководители небольших фирм. Производственники пока полны оптимизма. Половина опрошенных, 55%, полагают, что ничего в ближайшее время не изменится. 9% респондентов настроены крайне негативно, а 36% все еще продолжают верить в светлое будущее своих компаний. Правда, для сравнения, в прошлом году их было 53%. Среди факторов риска финдиректоры называют рост конкуренции на рынке и при этом снижение внутреннего спроса. Миру грозит дефицит виски. Ирландские аналитики считают, к этому приведет рост потребления спиртного. Грубо говоря, то, что залито в бочке сегодня, можно будет отправить на прилавки не раньше, чем через 7 лет. И если продажи будут прирастать нынешними темпами, этих запасов окажется недостаточно. Ирландская ассоциация виски подтверждает опасения производителей, но настроена более оптимистично. Аналитики рынка спиртного считают, к 2030 году объем продаж должен достичь 24 миллионов. Кстати, в России пить зарубежные виски перестали. Кризис вынудил покупателей перейти на более дешевые напитки, водку и бренди. Тем временем Минтранс предлагает не продавать алкоголь в бесплатных поездах для футбольных болельщиков. Это касается спиртного крепче 16,5 градусов. Идею уже согласовали с РЖД. Перед вами цитата из официального письма Минтранса. В целях сохранения качества транспортного обслуживания предлагается ограничить продажу алкогольных напитков в указанных поездах, разрешив розничную продажу только алкогольной продукции. Содержание метилового спирта не более чем 16,5% объема готовой продукции. А в Голландии тем временем целая сеть магазинов отказывается продавать сигареты. Объясняют инициативу легко, нет спроса. Табак из ассортимента будут убирать не сразу, поэтапно, но к 2020 году в продаже сигарет не будет. Не исключено, что идею подхватят и другие торговые сети в Нидерландах. Тенденция отказа от курения сейчас очень ярко выражена. А на этом у меня все. До встречи. Смотрите эфир и архив записи телеканала ОТС в сервисе Перст-ТВ. Субтитры подогнал «Симон»